Рабочий день врача-травматолога-ортопеда 5-й поликлиники Андрея Каратенко расписан буквально по минутам. От его профессионализма, правильно поставленного диагноза и назначенного лечения во многом зависит процесс выздоровления пациента. Но если всё, что касается должностных обязанностей, врач помнит прекрасно, то о том, что сейчас происходит на его родине в Луганской области Украины и почему пришлось стать вынужденным мигрантом, вспоминать совсем не хочется. Я моя супруга и двое моих детей. Старшей дочке 6 лет, младшей дочке 5 месяцев. 4-го числа приехали в Республику Беларусь. Изначально были в Минске, где-то около трёх недель. Мы приближили к городу поменьше. Был выбран Брест. Здесь на банке вакансий нашёл вакансий термоматолога 5-й поликлиники. Ну, также были вакансии ещё в других поликлиниках. Приехал сюда, смотрел, всё понравилось и больше никуда уже не ездил. Мы обратились в Красный Крест, здесь непосредственно в Бресте. Нам оказали также помощь. Ну, и существенную помощь мне оказал коллектив данного учреждения. Под того, что я позвонил, мне говорят, мы поможем вам найти квартиру и всё. То есть, все так массово кинулись помогать мне с нашими проблемами. Сегодня семья Андрея Каратенко потихоньку налаживает свою новую жизнь в Бресте. Есть работа, дети устроены в школу и сад. Но самое главное – нет опасностей для их жизни и здоровья. Мой главный приоритет – это безопасность моей семьи, моих детей. То есть, это послужило основной причиной уезда. Да, там абсолютно небезопасно. А поскольку там всё ещё небезопасно, Беларусь, как и родная сестра, всегда готова принять тех, кто стал мигрантом по неволе. Вопросами интеграции и помощи вынужденным переселенцам активно занимается организация «Красный Крест». В областном центре был организован круглый стол, основной темой которого стало трудоустройство граждан Украины, оказавшейся в непростой жизненной ситуации. В нашем регионе организована системная работа в данном направлении. Нам более 1800 человек обратилось за вот этот период, которым мы оказали помощь. Помощь в виде продуктовых наборов, гигиенических наборов. Но это большая часть людей, которые проезжали транзитом. Сегодня мы находимся в месте временного размещения в городе Брест, институт развития образования, который вот на протяжении уже длительного периода, больше чем полгода, мы работаем с этой категорией граждан. Здесь, конечно, и кто больше, и кто меньше становится, но каждый со своей судьбой, со своими, наверное, какими-то потребностями. Одна из самых главных потребностей – это трудоустройство и предоставление жилья. И такую возможность Брестской области соседям украинцам готовы предоставить 59 нанимателей. Комитет по труду формирует еженедельно перечень организаций, готовых принимать на работу иностранцев, граждан Украины, с предоставлением жилья. В первую очередь, конечно, как на любом рынке труда, требуется квалифицированная рабочая сила. Это и понятно. Здесь предприятия есть и города Бреста, много предприятий сельскохозяйственных по районам. Самая сложность – это, мы понимаем, предоставление жилья. Конечно, есть трудности. В основном это какие-то общежития, койко-место. Как пример, можно привести областную больницу. Принимают много украинцев, предоставляют жилье, предоставляют комнаты в общежитиях. 40 вакансий с жильем готовы предоставить переселенцам брестские предприятия. В списке самые различные профессии, начиная от машиниста, продавца, водителя автомобиля и инженера энергетика. Необходимы также повара, строители и прочее. Людмила Логодич и Дород Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания Буктова.